Здравствуйте! Сегодня мы перенесемся в мир Древнего Китая, а конкретно в 129 год до н.э. В 129 году до н.э. весь императорский гарем, скажем так, был очень взволнован. В гарем поступила необыкновенно красивая девушка по имени Джао Цзунь. А такой красивой наложницы еще никто не видел. Естественно, это событие вызвало большой шум, и императрицы доложили, а императору нет. Джао Цзунь попала в императорский гарем совершенно случайно. Надо сказать, не сильно рвалась первоначально к каким-то высоким постам и должностям. Поэтому не поступило так, как поступали все наложницы, впервые попадавшие в гарем императора. Дело в том, что это был необычный император. Обычный император, ну, время от времени хотя бы посещал свой гарем, ходил, скажем так, интересоваться, кого туда привезли. И этот император ничем таким не интересовался. Ему было некогда. Император был полностью погружен во внешнюю политику, во внутренние реформы и вообще слыл невероятным трудягой. И настолько тяжело и серьезно работал, что в конце концов стал, ну, скажем так, отдыхать очень своеобразным способом. Нет, в этом способе не было ничего неприличного. Просто он предпочитал выбирать себе возлюбленных из своего гарема на ночь, не приходя в этот гарем, ему некогда было на это тратить время, а знакомясь с ними по портретам. И был специальный художник, который нарисовал всех красавиц, поступавших в гарем. А далее императору раскладывали, вот как, так сказать, своеобразный такой набор картинок, и он говорил, ну, вот эту желаю. И ему, естественно, вот эту наложницу доставляли. Так вот, все поступившие к императору во дворец и в гарем девушки давали взятки этому художнику, чтобы он изобразил их как можно красивее. Потому что, в принципе, попасться на глаза императору, а тем более провести с ним ночь, это означало резкое повышение статуса. Если наложница в определенное количество времени, ну, примерно попав в императорский гарем, лет в 15-16, на протяжении 10-15 лет не была востребована императором, ее ожидала только участь служанки. В то же время единственная ночь с императором уже давала возможности приобрести и отдельный домик, и личную служанку, а если еще и удастся родить от императора ребенка, то здесь карьера могла быть вполне успешной, и из наложницы можно было превратиться в мать наследника престола и даже в императрицу. Каждая из девушек, естественно, хотела такой карьеры, а не прозябать потом у других жен в качестве служанки. Поэтому художник жил в довольствии. И Джел Дзунь была единственной девушкой, которая этому художнику взятку не дала. И обиженный художник нарисовал, как вы понимаете, ее, ну, так, как видел, своими обиженными глазами. То есть, мягко говоря, не красавицей. Император в этот момент, когда ему принесли, так сказать, набора, там была не только красавица Джел Дзунь, которая была изображена не красавицей, а также несколько еще новых наложниц, набор новых наложниц был в огромном востройстве. Расстройство было связано вот с чем. Китай в это время, в 129 году, находился в очень тяжелом положении. Он зависел от сюнну или гуннов, кочевых племен, нападавших на Китай с северо-запада, и периодически требовавших от китайских правителей Дании. Противостоять у Китая этим самым сюнну или хунну, которые в европейской традиции потом превратятся в гуннов. Вот и во многом то, что они превратятся в гуннах, как раз, в общем-то, этот император и в дальнейшем будет повинен. Тем не менее, они в этот период были достаточно сильны, и император принял еще от своего дедушки, а потом от отца, необходимость платить этим самым дань гуннам, или сюнну или хунну. Дань состояла, как всегда, из шелка, серебра, всевозможных, так сказать, других дорогих вещей. И в качестве вот такого унижения для императорского дома в состав Дании обязательно включали женщину из императорского гарема. И вот, собственно, послы сюнну или хунну прибыли за этой дани. Император был крайне раздражен. И, понимая, что сейчас придется это отдавать, решил ему какую-нибудь пакстнилку им сделать. И в это время ему на глаза попался портрет вот этой красавицы, изображенной крайне некрасиво. Он сказал, вот эту, вот эту, вот эту. Пускай им жизнь медом не кажется. После чего отдал приказ, вот вновь поступившую наложницу, которая там неизвестно каким образом при такой-то внешности попала в императорский дворец, этим самым послам гуннских, так сказать, князей Шаньюев и отдать. Но это был особый император. Он был очень въедливым человеком, очень добросовестным. И он всегда инспектировал то, как выполняется его поручение. Ну вот, он пришел проверить, какую дань собрали, сколько, чего и как. И увидел. Увидел наложницу Чао Цзу. Ну, для начала казнили послов, которые в нее вцепились и говорили, не, не отдадим. Потом казнили художника. Потом император объявил Сюнну или Хунну войну. Вот такой забавный и достаточно интересный рассказ содержится в знаменитой повести, которая называется «Осень в Ханьском дворце». Именно так «Осень в Ханьском дворце» неизвестно, правда это или нет, но именно так авторы этой повести подают начало знаменитой кампании против Хунну или Сюнну, которая была блистательно выиграна китайцами, а более того, вот так они рассказывают об удивительном совершенно китайском императоре, которого звали Уди. Вот про императора Уди сегодня и пойдет рассказ. Император Уди – личность чрезвычайно интересная. Интересная она тем, что и современники, и потомки к этому китайскому императору относились очень по-разному и одновременно по-разному. И историки к нему относятся по-разному. Никто не отрицает, что Уди – фигура уникальная для китайского престола и вообще для мира китайского, и что с ним связано необыкновенно много интересного и во внутренней политике, и во внешней. Ну, начнем с того, что это самый долгоправящий из известных китайских императоров, по крайней мере, вот в знаменитейшей династии Хань. 53 года – это серьезный срок совершенно. За эти 53 года он успел чрезвычайно много. Сами китайцы, даже современные китайцы, относятся к нему очень двойственно. Вот когда я была в Китае и попросила в Сиане экскурсии в Маолинь, ну, честно говоря, мой гид была искренне удивлена. Я говорю, а Маолинь – это гробница императора Уди. Сохранилась, так сказать, его гробница в виде пирамиды, правда, такой своеобразной, как ее называют, китайской пирамидой, правда, разграбленная. И в целом, так сказать, погребальный комплекс вокруг которого, там всевозможные полководцы, родственники и так далее похоронены. Памятник сохранился, где конь топчет поверженного гунна или, так сказать, представителя народа сюнну или хунну, как их называли китайцы. Меня гид спросила, а, собственно говоря, почему? Я говорю, что тут… Это, говорит, туда туристы ветка ходят. Я говорю, это не туристическое место. Нет, туристическое. Но туда в основном ездят китайцы. Я говорю, почему? А это, говорит, сакральное место. Это храм императора. Я говорю, вы очень уважаете этого императора? Она говорит, нет, он был злой император. Он очень ругался со своей семьей. Я говорю, а почему тогда? Да, они говорят, а он император, который очень много сделал для Китая. Очень много сделал хорошего, но он был плохой человек. Вот это вот, в общем-то, точка зрения меня несколько так удивила. Более того, я поняла, что историки немножко по-разному относятся к Уди. Одни восхваляют его необыкновенно и говорят о том, что, пожалуй, лучше императора Китая, китайского, может быть, по крайней мере, за всю эпоху династии Хань не было. Это был наивысший расцвет династии Ханя, учитывая, что сама династия одна из самых ярких в истории Китая, то император, конечно, был необыкновенно знаменит. Другие говорят, что его слава несколько преувеличена, что на самом деле это был жестокий человек, игравший, так сказать, жизнью разных людей, совершивший много казней, страдавший определенной степени паранойей и он действительно провел довольно много выдающихся реформ, он действительно расширил пределы Китая и фактически стал создавать Китайскую империю, достаточно активно выходя, так сказать, за ее рамки. Он много чего сделал во внешней политике, но он был продолжателем, он сам ничего этого вроде как не изобретал, а все тенденции направления его, внешней и внутренней политики, это реализация задумок его деда Венди и отца Дзэнди. Вот это крайне противоречивая личность, которая нашлась отражение и в художественных произведениях, в которой действительно было очень много сложных и спорных семейных перетрубаций, а самое главное, человек, который прославился своими реформами и реформы эти чрезвычайно современные, они очень интересны на самом деле, особенно внутренние, он стоит того, чтобы о нем поговорить гораздо подробнее. Итак, Уди. Уди, ну, когда он родился, его звали несколько по-другому. Он именовался Люче и был десятым ребенком императора Дзэнди, родившим еще в 156 году до нашей эры. У наложницы, вот не императрицы, причем там императрица была бездетная, в свете этого обстоятельства была другая любимая наложница Ли, которая родила Дзэнди, отцу, так сказать, в Люче. Трое детей, трое у нее было сыновей, там плюс еще дочки, и один из них уже был объявлен наследником престола. Ну и вот тут, наконец, он от другой наложницы родил ребеночка вот по имени Люче. Никаких шансов занять престол у Люче в принципе не было. Мать его, наложница Ван, не происходила из знатного рода. Никаких, так сказать, перспектив в этом плане, за исключением, ну, быть наместником какого-то удела у него не имелось, ну, тут вмешался случай. Мать, Дзэнди, великая вдовствующая императрица Доу, а вот стоит отметить, что в китайской традиции при всем властном характере мужчин официальная императрица, особенно мать императора, играла очень большую роль. И уже к тому моменту дважды был известен случай, когда императрицы, фактически отстранив от власти своих, так сказать, родственников мужского пола, своих мужей, своих детей, особенно когда императрица имела малолетнего, так сказать, сына и становилась регеншей, фактически управляли государством. И вот вдовствующая императрица Доу, бабушка Люче будущего императора Уди и мать его отца Дзэнди была женщиной очень самолюбивой, невероятно самолюбивой. И она поругалась с императрицей, а потом поругалась и с наложницей Ли. И в результате именно она способствовала тому, что сначала ее сын развелся с своей бездетной, так сказать, супругой, а потом поддался на уговоры, скажем так, не изложить и отказаться от наложницы Ли, а вместе с тем и лишили титула наследника престола ее сына. Потом, более того, они, так сказать, там по разным версиям либо покончили с собой, либо были казнены. И именно бабушка Дон постоянно объясняла, какой у тебя чудесный сынок растет, какая есть милая наложница Ван, вот давайте именно его сделаем наследником престола, а эту самую наложницу Ван, так сказать, действующей императрицей. И вот так расклад и произошел. И в результате, в 150 году до нашей эры, в возрасте неполных пяти лет юный Люче был провозглашен наследником престола. Каковым в конечном итоге он и стал, имеется в виду, уже непосредственно захватил престол, даже не захватил, а он, в общем-то, после смерти отца, там спокойная преемственность была достаточно, вот в 140 году до нашей эры в возрасте 16 лет. Вот в 16 лет он становится императором. Юный император сразу попадает в достаточно тяжелые условия. Стоит отметить, что и дедушка, и отец этого императора действительно были довольно выдающимися людьми. И Вен Ди, который умудрился централизовать государство, подавить мятеж семьи Иванов и, по сути дела, усилить владе императора. И также он, так сказать, впервые выдвинул концепцию экзаменов. И Дзин Ди был достаточно неплохим правителем. Но все они, тем не менее, оставили внуку и сыну достаточно сложное наследство. Сложность этой заключалась вот в чем. Во-первых, Китай не был до конца централизован. Во-вторых, Китай очень сильно зависел от внешних врагов. И в частности, как я уже говорила, платил дань тем же кочевым племенам Сюну или Хуну. Наконец, при дворе китайском очень жестко и четко существовало три серьезных конфликта. Очень серьезных. В которые молодому, так сказать, императору пришлось вмешаться. Первый конфликт я уже обрисовала. Это стремление женщин к власти. Императрица Доу сделала ставку не на ту наложницу. В дальнейшем выяснилось, что наложница Ван, мать Люче, он же император Уди, честолюбива не менее, чем сама вдовствующая императрица Доу. И бедный юный император оказался между двух огней. Практически двор был поделен на две части. И существовала мощная конфронтация между матерью императора, вдовствующей императрицей Иван, и бабушкой императора, вдовствующей императрицей Доу. И та или иная категория поддерживала либо одну, либо другую сторону. Первые два года Уди даже не мог никак в этот конфликт вмешиваться. Его вообще никто не слушал. И более того, по приказу императрицы Доу были казнены два, с его точки зрения, чрезвычайно талантливых сановника. И он ничего поделать с этим не мог, хотя был категорически против. А вина этих сановников заключалась в том, что они приняли сторону императрицы Иван. В дальнейшем, когда все-таки в 135 году императрица Доу, вдовствующая, умерла, скажем так, этот конфликт, мягко говоря, ослаб и позволил Уди легче вздохнуть. Другими конфликтами было несколько сложнее. Два других конфликта заключались вот в чем. В сильном противостоянии, в очень сильном противостоянии старой знати и военной служивой. Власть в тот период, когда, в общем-то, юный император начал ее осуществлять, была вся полностью проникнута концепцией инноваций, и которую принимать не очень хотели. Стоит отметить, что империя Хань была преемницей империи Цинь, где, по сути дела, трансформировали чрезвычайно много. В частности, трансформировали социальные отношения, заменив систему наследственной знатности, то есть систему аристократичности, концепцией так называемых рангов. Причем первоначально ранги были только военные, то есть подъем человека по карьерной, даже аристократической лестнице в основном был связан именно с тем обстоятельством, что он совершает какие-то военные подвиги. И это, естественно, было заимствовано из знаменитой, так сказать, реформ Шаньяна. Что касается светской аристократии, что касается, собственно, чиновников, они были крайне недовольны таким раскладом. И постоянно давили на императора и на Венди, и на дедушку, и на отца Дзенди с требованием вернуть, как было. Вернуть систему наследственных князей, так называемых джухоу, вернуть, так сказать, систему наследственной аристократии Дафу. И вообще, вот кто родился в такой-то, так сказать, семье и в таком-то наследственном доме, тот и должен занимать высокое положение, независимо от того, какие подвиги он совершает. Ситуация усугублялась еще тем, что по китайской традиции гражданские всегда стояли выше военных. А тут получалось, что именно военные подвиги обеспечивали продолжение по карьерной лестнице. И это вызывало невероятный конфликт. И к тому моменту, как юный император вступил на престол, частично произошел откат в этой идее. То есть параллельно с системой 18 рангов военных, даваемых за военные заслуги, существовала еще и концепция наследственная. И снова появились и князья джухоу, и, так сказать, другие представители аристократии. И, естественно, две параллельные социальные структуры существовало, которые выясняли отношения между собой. Вдобавок, все это еще усугублялось страшным скандалом и постоянными интригами военных против гражданских, гражданских против военных. И, наконец, существовал третий конфликт. А третий конфликт был религиозного характера. Причем он тоже был двойной. С одной стороны, это был конфликт между государственной религией, под которой понимался прежде всего так называемый легизм или фадзя, представлявший императора источником божественной власти, и противостоящий к нему даосизмом, который воспринимался как антигосударственная оппозиционная религия. А с другой стороны, этот конфликт существовал внутри концепции власти, потому что большая часть аристократии, особенно те, кто пытался вернуться к наследственной традиции и светской аристократии, им тоже легизм не нравился. Им тоже не нравилось представлять императора источником божественной власти, источником закона и сакрализировать, так сказать, его фигуру. А они в большей степени были склонны к концепции конфуцианства, которая, скажем так, возвышала именно аристократическую традицию, именно наследование предков, культ воспитания знаний, а главное, аистократической традиции. И все это так или иначе очень сильно отражалось на власти императора. И вот молодой 16-летний юноша попал во весь этот набор. Первые его мероприятия очень четко показывают, что мальчик-то умненький был, и даже очень умненький. И более того, если даже предположить, что многие идеи были не придуманы самим императором Уди, а подсказаны трудовой деятельностью его предшественников, Бенди и Цзэнди, все равно реализовал их только он. И сделал это совершенно виртуозно. Вообще традиционно его трудовая деятельность историками делится на как бы два периода. Это период со 140 по 113 год, когда пишут, что все было очень-очень-очень хорошо. И можно характеризовать, то есть практически все мероприятия, которые он делал, они заканчивались чрезвычайно удачно. Это был период потрясающих инноваций, огромных перспектив и всего того, что ему удалось. И период со 113 и по 87 год до нашей эры, когда Уди умер, это период, который, ну как бы, когда все было либо плохо, либо очень плохо. И император постоянно в чем-то проигрывал, совершал какие-то ошибки, какие-то неприятности у него имели место быть. Вот это деление, оно, конечно, достаточно условное. Хотя действительно, первая половина царствования Уди гораздо ярче, чем вторая. Но нельзя сказать, что во второй половине прямо вот все было плохо. И удивительно, что сам император Уди умудрился даже во второй половине своего правления, где действительно у него был ряд, так сказать, провалов, удержать власть в своих руках. И более того, даже когда его поставили в положение, при котором ни один другой император власти не имел, он умудрился эту власть сохранить в руках. Давайте с вами расскажем, что, собственно говоря, сделал Уди во внешней и во внутренней политике, и каковы были его первые шаги. А потом просто поговорим о его самых ярких шагах. Вот стоит отметить, что когда читаешь источники про императора Уди, а, кстати, вот только-только она вышла, совершенно потрясающая книга, перевод первый на русский язык, это первая часть труда историка Баньгу, вот Ханьшу, то есть история, как вы видите, династии Хань, который, собственно говоря, и заканчивается временем правления Уди. Вот когда начинаешь читать, как бы все деяния Уди разваливаются на какие-то мелкие кусочки, хотя в дальнейшем, в конце очень интересно, что Баньгу поет такой своеобразный гимн Уди, объясняя, в чем он был хороший и в чем он был классный. У него очень уважительное отношение к этому императору. Но вот большая часть так или иначе того, что излагается про императора Уди, вот как-то тоже распадается не по направлениям его деятельности, а именно вслед за Ханьшу летописным перечислением, что делалось, так сказать, в такой-то год, в такой-то год, в такой-то год. Вот я позволю себе немножко трансформировать эту ситуацию и попытаюсь представить вам этого яркого человека именно в основных направлениях внешней и внутренней политики. А у него они оба интересные, но особенно интересно внутренне. Собственно говоря, с нее Уди и начинает. Уже в возрасте 16 лет он издает первые рескрипты, императорские указы, по которым пытается найти золотую середину. И вот это вот тоже очень интересный момент. Он все новации и все совершенно новые прорывы выдавал за попытку следования традиций. И вот первый же его указ – это, по сути дела, указ о возрождении де-факто некоторых конфуцианских традиций. Он в первом же указе говорит, что очень жалко, что отступили от многих традиций, и в частности от традиций почитания старших. И он считает, что люди, прожившие большое количество лет, достойны всяческого уважения, почитания. И семьи, которые помогли своим отцам и дедам так долго прожить, и прожить достойную жизнь, они тоже нуждаются в льготах и привилегиях. И в результате он издает очень забавный указ, и очень интересный, согласно которому все семьи, в которых есть 80- и 90-летние старики освобождаются от части налогов. Там 80-летние от части, а 90-летние почти от всех налогов. То есть это поразительный момент. Более того, он, как всегда, начинает с того, что большая часть императоров, собственно говоря, с этого и начинала, когда вступили на престол, он амнистирует часть преступников. Правда, амнистия очень специфическая. Она никак не касается, как ни парадоксально, высших эшелонов власти. И сначала против воли самого Уди, а потом уже по его воле, в рамках любой амнистии, высшие чиновники, тем не менее, подвергаются смертной казни. Вообще, сколько он премьер-министров казнил, по-моему, ни один император столько не казнил, сколько это сделал Уди, а также губернаторов. Значит, Уди, освободившись в 135 году от мощного влияния своей любимой бабушки, а в дальнейшем, так сказать, ну, скажем так, выйдя из-под контроля любимой мамы, действительно начинает серию чрезвычайно интересных реформ. Значит, ну, каковы эти реформы? Ну, во-первых, стоит отметить, что Уди реформирует систему рангов. Уди, вообще-то, сохраняет титулы джихоу, дафу и, как бы, вот этот набор родовой знати, но под всякими предлогами в первые же пять лет своего правления от большей части этой знати начинает избавляться. Кого там косвенно обвиняя в заговоре против императора, кого в невыполнении обязанностей, а их, так сказать, скажем так, уделы, соответственно, не передаются и к сыновьям, и другим потомкам, а конфискуются. Одновременно Уди проводит, как бы мы сейчас сказали, социальную реформу, трансформируя саму идею рангов. Он ранги сохраняет, более того, даже их увеличивает до 20. Причем система была обратного счета, то есть высшим был не первый ранг, а высшим был 20 ранг. 19 и 20 ранг давались только императорам за особые заслуги. До 18 ранга можно было получить, вне зависимости от, так сказать, милости императора, это как бы было продвижение по социальной лестнице с помощью каких-то достоинств и заслуг. А какие были достоинства и заслуги? Вот здесь самое интересное. Уди пытается и трансформировать, и видоизменить идею саму ранговую, которая была привязана к военному делу. Уди становится как бы не то, что на сторону светского чиновничества, не военного, гражданского чиновничества, извините, не военного, а он, ну по крайней мере формально, пытается соединить то и другое. Каким образом? Он теперь говорит, что ранги даются за любую службу, за хорошее, качественное исполнение любой службы, независимо от того, гражданская это служба или военная. Возникает логичный вопрос, кто будет определять качество исполнения этой службы и, соответственно, каковы критерии этого качества. И вот под это дело, под эту, так сказать, ранговую реформу, Уди проводит еще одну реформу, которую бы мы назвали реформой образования. Вторая и одновременно реформой кадровой. Вторая реформа Уди, она как-то совместила кадрово-образовательную, в общем-то была попыткой молодого императора, ну, во-первых, реализовать идею еще своего деда в Индии, потому что впервые об этом задумался в Индии, но у него, в принципе, ничего не получилось. Второе, сделать службу чиновников действительно качественной и в определенной степени поставить их в зависимости от императора. И третье, примирить внутренние конфликтующие стороны, ну, по крайней мере, создав какой-то единый критерий эффективности. Что Уди делает? Вот это вот поразительный совершенно момент. Уди объявляет о том, что теперь высшее чиновничество будет набираться из обученных, специально обученных людей. Для этого открывается при императоре в столице академия. Ее по-разному, так сказать, называют академией, училищем, но чаще всего это все-таки предполагает концепцию академии. Понятие. Куда все наместники областей, все так называемые губернаторы обязаны присылать каждый год по два человека из каждой области, из каждой провинции, независимо... Главное, критерия два. Первое, чтобы у них мозги на месте были. Второе, чтобы они были молодые люди мужского пола. Независимо от их происхождения. Неважно, крестьянин он, представитель аристократии, кто угодно. Далее, в этой академии первоначально два года учились, почему там трансформация учебы была несколько другая, учатся на казенный счет. Кормят поэт. А по окончанию обучения проводится экзамен. Экзамен, как правило, из себя представлял своеобразное сочинение, по крайней мере, в такой форме он первоначально у Ди предлагался и потом дополнился и трансформировался, на какую-либо цитату из Конфуция. Интересно, что у Ди выбирает именно Конфуция, как такой своеобразный критерий знания. Значит, на базе этой цитаты из Конфуция надо было применить эту древнюю цитату к современной обстановке и предложить какие-нибудь усовершенствования в какой-либо области. У Ди объявляет, что любой претендующий на звание чиновника, во-первых, должен что-то предлагать и предлагать конкретное, и это сказать, как бы мы сейчас сказали, инновационное. Второе, он должен критиковать какие-то, если он считает неправильные мероприятия, деяния, вещи, даже если они предложены великим сановником или самим императором, или каким-то крупным сановником, если он считает, что они вредны для государственного устройства. И вот каждый писал такое сочинение, а проверял эти сочинения сам император. И претенденты, выпускники, вернее, императорам оценивались очень своеобразно, не по оценкам, а именно по результатам того, что он, так сказать, видел, читал, смотрел. Известны случаи были, когда сразу назначали, предположим, помощником министра или наместником в какую-либо провинцию или начальником какого-либо департамента. А бывали случаи, когда за нерадивость сажали в тюрьму, отрубали голову, или же прибегали к любимому в тот период наказанию кастрированию. В лучшем случае плетми били. Поэтому первые же выпускники, ну, скажем так, уже отличались довольно высоким качеством, а в дальнейшем наместники, которые первое время пытались приткнуть туда блатных, озаботились поисками действительно настоящих, сообразительных молодых людей. И именно суди идет первоначально поразительно эффективное чиновничество, которое возникло в Китае. В дальнейшем именно это чиновничество стало, ну, предметом восхищения окрестных народов. И Китай – это единственная уникальная территория, где воровали чиновников, для того, чтобы эти чиновники создали, так сказать, в других государствах эффективный достаточно аппарат. Более того, Уди крупнейшим и страшнейшим преступлением считал казнократство и коррупцию. Большая часть того, кого Уди казнил за период своего правления, – это как раз коррупционеры и казнокрады. Причем казни осуществлялись достаточно жестким и жестоким способом. И вот это у Уди, так сказать, то, что вызывает у многих неприятия у историков, причем часть считает, что он параноидально видел казнокрадов и коррупционеров во многих вещах, но вот хотя бы боролся с этим, скажем так. Система экзаменов, доначальником которой стал Уди, прижилась в китайской традиции невероятно надолго, существовала весь период средневекового Китая и практически исчезла только вместе с императорским Китаем в позднее новое время. Стоит отметить, что, конечно, эта система была не идеальна и несовершенна. Более того, преемники Уди в дальнейшем уже не стали озабачиваться вопросом о том, чтобы принимать все это самим. А как вы понимаете, появились специальные преподаватели, специальные чиновники, которые принимали соответствующие экзамены, и их уже можно было купить. И более того, стали известны уже случаи, когда покупались экзамены. Но интересно было то обстоятельство, что наряду с покупкой экзамена также точно любой крестьянин получал право сдать экзамен. И это можно было сделать. И, соответственно, расти выше. Но 19-й и 20-й ранг высшие купить было невозможно. Ни в одну эпоху Китая. Они по-прежнему выдавались императорам. Вот этот поразительный совершенно, так сказать, элемент внутренней своей как бы трудовой деятельности и внутренней реформы прославил Уди очень сильно. Уди также довольно много реформирует по части религии. Там все, там и календарь реформировал, и систематизация обрядов произошла. И масса других интересных вещей по факту получился очень интересный результат. Уди попытался скрестить две китайские религии. Ну, фадзя и религизм, она, в принципе, не совсем религия. В большей степени это как бы политический догмат, который так или иначе облечен форму религии. Но вот он к нему добавил конфуцианство, которое он тоже понимал чрезвычайно прагматически. В основном его там интересовали концепции, представления об императоре как об отце огромной семьи и концепции, связанные, так сказать, с рекламой образования и воспитания. Вот. И его, так сказать, возвышением. Но так или иначе у Уди вот получилось нечто своеобразное. И государственной религией стал религизм с такой своеобразной примесью конфуцианства. Уди также реформировал и экономическую систему. Вот в области экономики здесь у него есть хорошее мероприятие, есть плохие. Вот если административное, он, кстати, там еще и немножечко деление административное трансформировал на 13, так сказать, своеобразных уделов префектур разделив и причем территорию, которые не совпадали с традиционными царствами, и причем там правили не традиционно наследственные правители тех или иных районов, что было характерно в предыдущую эпоху, когда бывшие царьки маленьких, так сказать, областей, они, по сути дела, наследственную власть там имели. А туда, в эти префектуры, уже назначал сам император своих людей, причем назначал на определенное количество лет, не более пяти. Он считал, что таким образом, во-первых, он там коррупционными связями не обрастет, во-вторых, будет в определенной степени от него зависим. И вот он этих вот губернаторов, наместников постоянно менял, причем держал в черном теле, очень жестко проверял, как я уже говорила, что столько губернаторов и наместников, сколько он казнил, пожалуй, никто не казнил. Что касается экономического момента, то здесь мы можем профиксировать очень большие плюсы и определенные существенные минусы. Значит, из очень больших плюсов стоит отметить очень активное поощрение земледелия, кредиты всевозможные давались, тех, кто мало заселенные земли осваивал, их вообще от налогов освобождали на определенное время. Вдобавок налог он трансформировал несколько, при УДИ бралось два налога, поземельный и подушный. Значит, поземельный налог был очень маленьким, он составлял от одной шестнадцатой до одной пятнадцатой части урожая. Всего ничего годового. А вот подушный налог, он брался деньгами. И он очень сильно видоизменялся. И вот подушный налог в царствование УДИ, особенно ближе к концу этого царствования, достаточно начинало расти, что вызывало существенное недовольство. Поземельный оставался вот всегда в принципе одинаковым. Стоит отметить, что говоря об экономике, ну обязательно надо вспомнить о том, что именно УДИ стал своеобразным родоначальником Великого Шелкового Пути. Здесь как раз события, объединяющие внешнюю и внутреннюю политику УДИ. Но так или иначе УДИ, который с самого начала был сильно-сильно озадачен главным на тот момент главной головной внешнеполитической болью Китая, это вот с того, с чего мы начали наш рассказ, это Сюнну или Хуннами, он понимал, что один Китай как бы с ним не справится. В силу этого обстоятельства попытался найти союзников. союзников и уже буквально на следующий год после начала своего правления в 139 году до нашей эры он посылает сановника Джан-Тяна на поиски этих союзников. У УДИ есть сведения, которые ему принесли, что где-то там на западе есть те, кто Сюнну не любит очень сильно и зовут их Юэджи. И вот он получил своему гонцу найти этих самых Юэджей, договориться с ними о совместных действиях против Сюнну и взять Сюнны с запада и с востока и с северо-востока и с запада в своеобразные клещи, чтобы совместно разгромить этот довольно большой ответ. Дзян-дзянь Тян-верни он отправился на запад, там правда быстренько в плен попал, 11 лет протомился в плену, но потом все-таки свое частично поручение выполнил. Юэджей правда он толком не нашел, современные исследователи полагают, что под Юэджей мы понимались массагеты, а вот одно из таскатеранских племен, на территории Иранского Нагоря находящиеся, но Юэджей он не нашел, но встретил много-много-много чего других и судя по всему добрался до Ферганы, вернее, до Коканда, до Самарканда, до территории современного Узбекистана и принес оттуда, так сказать, путешествовал по территории Индии. В 126-м году до нашей эры он вернулся назад, живой, с кучей сведений, с кучей разнообразных сообщений, которые очень сильно понравились УДИ. Он, во-первых, сказал, что там, богатые земли, там интересно, там шелком весьма озадаченный, он там достаточно дорого стоит и можно наладить выгодную торговлю, но для УДИ еще очень важным моментом было то обстоятельство, что с придыханием его гонец рассказывал о красоте лошадей, об удивительных породах коней, которые он там встретил. УДИ коней обожал настолько, что символом Китая в этот период и главным имперской гордостью становится именно конь. Именно конь на гробнице УДИ изображен, а отнюдь там всякие фениксы, тигры и так далее, то, с чем у нас традиционно драконы ассоциируется Китай, появляются несколько в другие эпохи, символ ханьской эпохи, по крайней мере, ранний хань, это именно конь. И вот ради дорогих и высококачественных коней УДИ был готов на многое. И во многом именно этот интерес УДИ даже не столько к финансовой какой-то выгоде, сколько к экспорту и импорту шелка и импорту в первую очередь карных лошадей в общем-то это ему именно обязаны тому, что во времена УДИ постепенно начинает функционировать то, что в дальнейшем получило название великого шелкового пути. Именно благодаря вот этому открытию. И здесь, конечно, УДИ заложил основы потрясающего великого дела и чрезвычайно выгодного для Китая во всех отношениях и для экономики его тоже. Но это из хорошего. А из плохого было вот что. Во-первых, УДИ возобновляет начатое Цинжихуаном, еще, так сказать, основателем Китайской империи, первым китайским императором, строительство Великой Китайской Стены, которая формально против тех же Сюнну и Легуну делается, но к тому моменту, надо сказать, когда он его возобновляет, уже, я уже немножечко захожу вперед и делаю так называемый в своем рассказе собственном спойлер, потому что я буду говорить об этом чуть попозже, но скажу, что Сюну или Легуну он победил. Так вот, уже фактически он одержал победу над Сюну или Легуну, и в общем-то, эта ситуация не совсем уже была нужна, но вот как бы Великая Китайская Стена вызывает вообще довольно большое недоумение, когда на нее смотришь, вот по какой причине. Вот вроде шикарное сооружение, но непонятно для чего поставленное. И тем более она никогда никакой существенной функции не играла. То есть, когда ее строили, ну, как бы в рамках защиты она еще не работала, можно было спокойно обойти, а когда достроили, уже в принципе защищаться там особо-то неоткому было. Вот, нельзя сказать, что Уди эту стену достроил, но приложил огромные усилия на ее строительство. И сходовав очень большое количество денег, более того, именно строительство Великой Китайской Стены, а также строительство дворцов привело и храмов привело к тому, что резко-резко-резко увеличивалось подушное налогообложение, вот, чем был крайне недоволен народ. А главное, еще и увеличивалась работа на дом правителя, то есть отработочная форма налогообложения, когда от одного до трех месяцев в году работали на императора, выполняя какие-то, так сказать, вот, скажем так, строительные дела. И вот большую часть отправляли на Великую Китайскую Стену. Именно в период правления Уди сложилась знаменитая пословица, которая была чрезвычайно популярна в Китае, и более того, именно на правление Уди приходится знаменитое стихотворение, которое позже императором Тайцзуном было, так сказать, внесено в его знаменитый Лестел, первый музей письменности, там вдова человека, погибшего на строительстве Китайской Стены, очень красивые стихи написала. Ну вот пословица звучит следующим образом, она потом была достаточно популярна в Средневековом Китае, что в китайской семье обязательно должно быть в каждой китайской семье не менее трех сыновей, потому что один из них обязательно погибнет на строительстве Великой Китайской Стены, другой погибнет в бою, а третий только продолжит род. Поэтому там неважно по какому набору, старше или младше, но по-разному такая эта ситуация фиксировалась. Вот это первый момент, ну скажем так, вкладывание денег не бог весть во что, хотя Уди, возможно, был абсолютно уверен, что это хорошее дело. Вот второе его мероприятие тоже задумывалось, и которое потерпело провал, задумывалось как хорошее. Собственно говоря, Уди, когда его начал реализовывать, а он эту серию мероприятий начал реализовывать со 120-го года до нашей эры, и основные, так сказать, его экономические вот эти указы пришлись на 109-й год, он думал, что это принесет а, деньги в казну, б, уменьшит коррупционную деятельность, б, улучшит качество. Что он сделал? Он ввел три монополии государственные. Монополию на производство железа и железных орудий, монополию на соль и монополию на алкоголь. Теперь, так сказать, частные лица не имели права все это делать, а право теперь это имело делать только государство и государственные чиновники. Ну, на практике выяснилось, что это был неправильный шаг, более чем неправильный, введение монополии, потому что УДИ не смог контролировать трудовую деятельность своих чиновников по реализации этой монополии. В результате чиновники занимались откровенным варьем, железо производили чрезвычайно плохого качества, в результате очень плохие орудия, которые ломались часто, приходилось покупать, вплоть до вооружения некачественного производили. В общем, проблемы перед УДИ стояли примерно такие же, перед Петром Первым, который пытался господряды осуществлять частных лиц своих чиновников и столкнулся с той же коррупционностью, выяснилось, что даже дрессированные чиновники УДИ все-таки склонны к коррупции. Здесь было широкое поле для казни. В целом, доход казна не получило весьма минимальный, а недовольство народа бешенное совершенно вплоть до всевозможных мощных бунтов, которые не удалось подавить. И УДИ, кстати, радостно казнил тех, кому не удалось подавить бунты за то, что не сумели справиться. Что касается соли, то здесь тоже были соляные бунты. Что касается виноводочных изделий, то здесь бунтов почти не было. Научились гнать бормотуху и самогон. Поэтому здесь казна потеряла другим способом. достаточно много. И это было довольно плохое деяние УДИ, это введение монополии. Равно как и внешняя политика УДИ также раскладывалась на плохое и хорошее. Сейчас я чуть-чуть расскажу про внешнюю политику, и про хорошее и плохое, а потом мы поговорим о последних годах жизни УДИ, потому что они тоже чрезвычайно спорные, и более того, на них приходятся религиозные реформы, а также многочисленные проблемы, связанные с личностью УДИ. Внешняя политика УДИ складывается на три основных направления. Первое направление это направление северо-западное, это направление связанное с племенами Сюну или Хунну, которые действительно, конфликт с которыми начинается со 129 года и начинается с какого-то повода. Вот повод, ставший этим конфликтом, толком ни в одном источнике не раскрыт. Просто написано, что вот был определенный повод для конфликта, очаровательное художественное произведение. Очаровательное произведение осень Ханцком к двое отце повод рисует именно такой. Может быть близкий к истине. Потому что в любом случае возлюбленная по имени наложница Джао у УДИ была и более того, именно сын от этой наложницы становится наследником престола в конечном итоге. Но там небольшое несовпадение. Джао наложница появляется позже видимо 129 года или мы можем предположить, что вот они столько лет жили, 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 а родила она ему ребенка, сына только в конце почти его царствования, потому что этот ребенок вступает на престол в пятилетнем возрасте. То есть либо она если была в 129-м, то они долго-долго-долго никого не рожали, либо там дети помирали, либо она появилась позже. Именно эта красавица-наложница. Но так или иначе, вот что интересно в этом восени Ханьском дворце, что она рисует вполне возможную ситуацию. УДИ к тому моменту, к 129-му году был готов к началу военного конфликта. Вот как наш Иван Третий помните, устроил вот этот, говоря современным языком, перфоманс с грамотами, растоптав, так сказать, ханскую грамоту, вот, взорвав ее на части, потоптав, также точно и УДИ устроил, если он действительно был на самом деле этот эпизод, вот этот цирк с наложницей. То есть, как вы понимаете, и Иван Третий, и УДИ, если бы понимали на тот момент, что они не в состоянии ничем ответить на угрозу со стороны татары, со стороны сёну, то есть, со стороны противника, проглотили бы. Куда бы делись? Один бы, так сказать, поворчал, но заплатил, второй бы поворчал, но отпустил красавицу-наложницу, удовлетворившись казнью художника и, так сказать, всех остальных. Раз они позволили себе так оскорбить и даже в случае УДИ убить послов, значит, они четко понимали, что у них уже есть силы и возможности начинать вот этот существенный конфликт. И здесь УДИ действительно очень активно начинает военные действия. Военные действия идут с переменным успехом. УДИ, конечно, сам не правит, у него есть для этого полководцы. полководцы тоже то проигрывают, то выигрывают, но все-таки к 119 году УДИ реально одерживает победы. И мы можем говорить о том, что ему удалось то, что не удалось никому из его предшественников. Более того, в дальнейшем Гунну или Сюнну уже не представляли никакого интереса и никакой особой опасности даже для преемников УДИ. УДИ удалось расколоть мощный Гуннский союз или союз Сюнну на две части, на диких так называемых Сюнну и белых или цивилизованных Сюнну, и вторые признали власть Китая. А первых отодвинули от границы, отодвинули очень хорошо. Правда, большей частью отодвигал их и самые знаменитые победы в дальнейшем над дикими Сюнну связаны с деятельностью уже более позднего полководца, который жил уже в предприемниках УДИ Банчао, который гнал их до Ефрата. Но самое главное, что союз Сюнну покинул навсегда территорию приграничную Китаю. И более того, в дальнейшем был продвигаться на запад, на запад и на запад и достиг аж границ Римской империи, где стали именоваться с точки зрения античных авторов эти народы не Сюнну, не Хунну, а Гуннами, несколько видоизменившись. Правда, это произошло уже намного позже. Там мы уже встречаем совсем другой Гуннский союз с Атилой, тем не менее, в основе своей это те самые Сюнну и Хунну. А вот начало всему этому яркое и качественное и вообще сняло почти полностью угрозу Сюнну или Гунну, именно Удзи. Правда, сам Удзи все-таки от Сюнну поражение в конце концов потерпел. В 90-м году до нашей эры неожиданно четыре армии, посланные окончательно вытулить Сюнну или Хунну с территории Китая, потерпели поражение, три из них были разгромлены. И даже на некоторое время Удзи вынужден был восстановить дань, но в общем и целом все-таки большая часть историков считает, что именно он подорвал основное владычество Сюну. Второе направление это завоевание Корейского полуострова. Корейский полуостров был захвачен, правда, превращен в своеобразную автономию, стал данником Китая, но в целом это была очень удачная операция, в отличие от третьей. А вот третье направление внешней политики Удзи, оно, конечно, ну, скажем так, уже больше относится к минусу, нежели к плюсу. Вот у нас во всем Удзи так, во внешней политике и во внутренней политике везде плюс и минус. И этот минус связан с завоеванием земли так называемого народа Юэ. Это территория современного Южного Китая, которая более всего тогда напоминала нынешнюю территорию Вьетнама, и там были джунгли, там была, так сказать, тропическая природа, и захват этой территории был, сопровождался очень большими проблемами для китайского войска. В основном связанными с лихорадками, с большими болезнями, с трудностью переносимостью климата, с достаточно активным сопротивлением Юэ, полупартизанского характера. К 111 году эта территория была все-таки освоена, но путем невероятного количества человеческих жертв, массы вложений финансовых в эту территорию. И, честно говоря, с точки зрения экономической она того не стоила. Вот, и как бы это южное направление принято оценивать именно как поражение, как недостаток внешней политики связанный с трудовой деятельностью УДИ. Последние годы жизни УДИ были чрезвычайно напряженными. Действительно напряженными. Вы знаете, как бы большая часть авторов склонна, ну, скажем так, рассуждать о некоторой паранойи УДИ. Что он увлекся поисками бессмертия достаточно активно. Причем там появилась куча магов, которые два направления как бы было. Одни приносили жертвы и варили эликсирчик. Вторые сосредотачивались на призыве духов и поисков какой-то бессмертной земли, в которой можно было съездить и получить это самое бессмертие. И говорят, что вот сам УДИ строил храмы, приносил жертвы, участвовал во всяких магических ритуалах, ища так или иначе свое бессмертие. удивительно другое. Удивительно, что УДИ, приближая себе большое количество магов, он не очень-то их и слушал. Более того, вот меня заинтересовало другое обстоятельство. УДИ значительную часть этих магов казнил. Знаете, по какому обвинению? По обвинению в шарлатанстве. Он обвинял, что они шарлатаны, что они на самом деле не знают, чего они хотят, никак не общаются с духами, а только его обманывают. И более того, УДИ эту практику распространил на свое окружение и на своих родственников, которых не шибко сильно любил, на наиболее влиятельных подданных как только возникала какая-то существенная проблема, УДИ тут же обвинял то или иное лицо в использовании магии, в колдовстве и казнил. Затаскает за это дело. Это удивительный момент, потому что как бы стоит отметить, что вообще-то, даже его дедушка достаточно крепкий человек в Индии под конец жизни именно с помощью такого фокуса да и Цинжухуан частично лишился практически возможности участвовать в реальных делах. И был личностью крайне параноидальной в этом плане, которая была заинтересована тоже только в рамках собственного здоровья в чем-то. А вот если говорить о более ранних предшественниках и династии Цинжухуан, так он вообще помешался на этом деле. Это был очень удобный и удачный момент для окружения императора, вывести императора из реальной политической жизни и более того контролировать его деятельность. Когда император превращается в такую своеобразную игрушку для всевозможных магических ритуалов, с утра до вечера в этих ритуалах участвует, пьет какие-нибудь пилюльки чаще всего с ртутью, расстраивает, которые якобы молодят его, расстраивает свое здоровье и в результате весь, так сказать, процесс движется без него. В принципе, например, Цинжухуана удалось так в 46 лет угробить, расстроив ему здоровье целиком и полностью. У Ди на все это не ведется. Он вроде как и в ритуалах участвует, он вроде как все это и ищет, но периодически меняет состав вокруг себя. Периодически казнит одного, второго, третьего, четвертого, более того, его начинает использовать это как своеобразный способ расправы со своими политическими противниками. Более того, до конца своей трудовой деятельности У Ди как бы мы сказали держит руку на пульсе и понимает, что творится в стране. И вот это понимание того, что творится в стране в 89-м году до нашей эры приводит приводит У Ди к совершенно необыкновенному и уникальному, ну, мы бы, может, назвали это жестовому, поступку, который ни до, ни после него ни один владыка не делал. В 89-м году до нашей эры У Ди выпускает императорский рескрипт, которым просит прощения у всего китайского народа за все те гости, за все те недостатки, за все те промахи во своей внешней и внутренней политике, которые он причинил своим подданным. Он там пишет изумительные вещи. Начинается рескрипт с фразой «Моя политика утомила поднебесной, мое царство не утомило поднебесной». Он пишет о том, что император это сердце, а народ это руки, ноги и тело государства. И когда рукам и ногам больно, когда их отсекают, когда они оказываются в очень тяжелом положении, так сказать, и гибнуты, испытывают боль, сердце от этого рвется на части. И сердце виновата в том, что оно не снабжает тело кровью и не помогает рукам и ногам действовать. И вот это удивительная совершенно сама идея. Это первый и последний случай, когда владыка такого уровня, восточный деспот, извиняется перед своим народом. Но тут стоит отметить специфику китайской традиции в рамках концепции небесного мандата, что император чувствовал свою ответственность перед народом и считал себя отцом народа. Но, тем не менее, несмотря на это ощущение и чувство ответственности, которое было потом даже гипертрофировано, развито в концепции человека-зеркала в эпоху Тан, когда императором был особый человек, который следил за его поступками и критиковал все, что считал неправильным в его поведении, тем не менее, никто, кроме императора Уди, не извинялся перед своим народом из китайских императоров. После этого извинения Уди прожил всего два года. Его не стало в 87-м году. За этот период он испытал довольно много и мятеж одного из своих сыновей, который считался наследником престола. Собственно говоря, мятеж он поднял, когда отец его лишил этого самого наследства. И далее он там не то тоже был казнен, не то погиб. И, так сказать, он расправился со своей собственной супругой, императрицей. И, в общем-то, бунты своих подданных, которые он тоже, к сожалению, вынужден был, так сказать, даже не подавлять. Вот интересно, чтобы он приказывал подавлять других, а когда это не совсем удавалось, он казнил тех, кому это не удавалось. Его указы последних лет, очень странные указы, они перемежаются с довольно жестокими вещами, невероятно жестокими вещами. И одновременно с указами, с рескриптами, дарующими многочисленные амнистии и дарующими народу какие-то, ну, скажем так, экономические послабления. В частности, УДИ даже в одном из указов открывает царские запасы для того, чтобы накормить народ. Вот такой царский своеобразный амбар запасов был еще в Индии организован в свое время как своеобразный стратегический запас. Под один из указов под раздачу именно в последние годы правления после 113 года попадает и великий китайский историк Семя Цэнь, который имел несчастье вмешаться в конфликт УДИ и императрицы. А потом заступиться за одного из полководцев и в качестве назидания был оскоплен УДИ. УДИ достаточно высоко ценил его как историографа. В силу этого обстоятельства убивать не стал, но воспитал соответствующим образом. Поэтому на самом деле нельзя сказать, что этот император был чрезвычайно добр и милосерден. Но УДИ удалось очень много. УДИ удалось до конца дней своих сохранять контроль над ситуацией. УДИ удалось и это высоко ценят и китайские историографы и современные исследователи навязать именно того наследника, которого он хотел навязать. И более того, в качестве регента поставить того человека, которого он хотел поставить. И в силу этого обстоятельства после смерти УДИ мы не наблюдаем какого-то сногсшибательного конфликта. УДИ заложил основы и расширения Китайской империи, и фактически ликвидировал гонскую угрозу, и сделал невероятно много именно по части того, что Китай превратился в достаточно эффективное государство. сложный человек, человек, которого родня не любила, действительно не любила. Его шикарно похоронили в гробнице Маолинь, которая потом была через некоторое время разорена и не сильно надрывались по ее восстановлению. Современные его историки говорят, да, сделал много, да, великий, но опять-таки же делятся на части. Человек был чрезвычайно сложный. Столько казней, сколько было в 1953 года правления Уди, не было, пожалуй, даже у Цзиншухуана. То есть у одного из самых жестоких китайских императоров, и в то же время этот император массу всего делал для народа и извинялся перед ним. Вот такая нестандартная и совершенно необыкновенная личность. Вот как, по-вашему, мероприятия УДИ по воспитанию нового чиновничьего аппарата, они вообще эффективны или нет? Можно ли таким образом воспитать настоящих чиновников, настоящих, так сказать, людей, преданных своему делу, или же это тоже одно из мероприятий, которое вначале хорошо, потом будет обречено на провал, потому что бюрократию просто невозможно отучить от коррупции и от всего остального. Это вот первый момент, который вызывает определенные интересы, споры. и второй. Вот извинение УДИ, вот чем оно было продиктовано и правильно ли поступил, по сути дела, это император, рушитший свой имидж. Вроде как сын неба, вроде как человек, который ни перед кем не обязан был отчитываться, и он извиняется перед своим народом. Вот это извинение, вот чем оно, во-первых, было продиктовано, а во-вторых, зачем оно? Это был рассчитанный ход императора или ему действительно было больно и стыдно? Вот это вопросы, которые я хотела бы вам задать. Если вы как-то поделитесь своим мнением, я буду очень рада, потому что они меня действительно интересуют. Надеюсь, что вам это видео понравилось. На много всего интересного. Буду рада вас видеть снова. До скорой встречи!